С 23 по 28 июня в Челябинске пройдет фестиваль балетного искусства в честь Екатерины Максимовой. Подробнее об этом событии нам расскажет Татьяна Придеина, прима-балерина Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки. Татьяна Борисовна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Борисовна, ну вот начинается потрясающий фестиваль имени Екатерины Максимовой. Мы знаем, что вы ученица этой великой балерины. Расскажите, пожалуйста, кем она для вас была? Как вы? Мне вообще трудно представить, как бы сложилась моя судьба, если бы в моей жизни не было Екатерины Сергеевны. Конечно, она осветила весь мой творческий путь и очень много помогала в моем становлении. И фестиваль, который проводится восьмой раз уже в нашем городе, конечно, тоже освещен ее светлым именем, ее светлой памятью. Он в Челябинске отличается и уникален тем от других городов, где проводятся фестивали в театрах. Потому что он проводился при непосредственном участии Екатерины Сергеевны. То есть она очень любила приезжать к нам в город и всегда с большим интересом относилась к фестивалю. И по словам ее супруга Владимира Викторовича Васильева, лучшего танцовщика 20 века, она очень гордилась им. Поэтому это очень приятно. И сейчас, продолжая традиции, значит, как уже говорилось, фестиваль проводится восьмой раз, но идет уже в неком новом формате. То есть сейчас фестиваль приобрел резонанс, и театры откликаются с удовольствием, с почтением для их участия. Ну, Татьяна Анатольевна, извините, я вас перебью, да? Вот мы всегда знаем, что восьмой раз и всегда собираются лучшие танцовщики страны. Мне кажется, что никто не отказывается приехать на фестиваль. Кто будет? Откуда будут эти люди? В этом году в фестивале принимают участие театр оперы и балета из Нижнего Новгорода. Он представит свою премьерную постановку балета «Спартак». Причем тут интересен тот факт, что постановщик этого спектакля, Атар Михайлович Дадишкеляни, он был руководителем балета в свое время Челябинского театра. И мы, конечно, с интересом и ожидаем его приезда тоже. То есть наши педагоги, которые в то время были артистами, они еще работали с ним как с постановщиком и участвовали непосредственно в его, исполняли его хореографию. Нижний Новгород еще кто? Нижний, значит, театр оперы и балета из Уфы, который уже знаком челябинским зрителям. Но в этот раз он привозит свой другой спектакль. Это «Бахчисарайский фонтан». В нем, тоже некой изюминкой, скажем так, будет художественное оформление Дмитрия Чербаджи, который оформлял у нас очень много спектаклей и тоже очень любимый нашей... Ну, как-то я смотрю, балетный мир завязан друг с другом, да? Он очень тесен, балетный мир очень тесен. То есть все друг друга знают, если непосредственно, то через кого-то. А вот, Татьяна Борисовна, я знаете, что хотела узнать? Вообще абсолютно для любого фестиваля очень важным, ярким и, скажем так, эмоционально насыщенным является открытие фестиваля и закрытие. Так вот, каким спектаклем будет открываться фестиваль и каким он будет закрываться? Открываться он будет «Спартаком», как я уже сказала. Еще будет в рамках фестиваля будет еще один спектакль. Это «Анюта» в постановке Владимира Васильева, который был поставлен для Екатерины Сергеевны. И после Большого театра, когда он был поставлен в Большом театре, вторым театром, где был поставлен балет «Анюта», это был Челябинский театр. Вот, и в этом году будут принимать гости из Большого театра молодые солисты Дарья Хохлова и Артемий Беляков, которые выступят в ведущих партиях в этом, в балете «Анюта». И, конечно же, завершающий гала-концерт. Там будут гости из Мариинского театра, премьер-балета Владимир Шкляров и Мария Ширинкина. Из Перми, гости из Перми. Альбина Рангулова и Сергей Мершин. Ну, все артисты у нас титулованы. А когда будет это грандиозное событие? 28-го... Гала-концерт? Гал-концерт? Господи, 28-го июня. Это завершающий гала-концерт. И, ну, соответственно, еще гости из Большого театра. Они остаются после спектакля. Это Дарья Хохлова и Артемий Беляков. Татьяна Борисовна, вы к нам пришли не с пустыми руками. Вы принесли две замечательные книги. Вот что это за книги? Расскажите, пожалуйста. Это уникальные книги. Вот на прошлом фестивале мы представляли книгу Екатерина Максимова. Это энциклопедия, уникальное издание. Это энциклопедия творческой личности. Здесь указаны... Написала ее биограф, друг семьи Елена Васильевна Фетисова. Московский журналист, автор этой книги. Здесь собраны все материалы, то есть все роли, все партнеры, все фильмы. Ну, в общем, вся творческая жизнь указана в этой книге по годам, по, значит, исполнителям, богато иллюстрирована фотографии. Мы видим с автографом, мы видим книгу. Ну, это моя личная книга, да, это Владимир Викторович мне оставил автограф. Многие фотографии здесь опубликованы впервые, из архива, из личного архива. А это вот новая, да? И вот в этом году, да, вот только что сейчас будет презентация, еще не знаю, где была снима. Предпремьерный показ у нас, да? Да, предпремьерный показ. Вот вышла такая же книга, энциклопедия творческой личности. Это, можно сказать, новый жанр в литературе, только у нескольких человек, по-моему, Булгакова, не буду вдаваться в подробности, есть такие книги, издания в смысле. Вот, тоже все, что касается... Да, Владимир Васильев. И презентация этой книги будет 23-го числа в Большом театре. И, значит, в рамках фестиваля в Челябинске также пройдет презентация этой книги. Татьяна Борисовна, ну, наверное, вопрос, который сейчас беспокоит всех телезрителей, да и нас, и Марины. Скажите, а вы-то примете участие в фестивале? Мы увидим вас на сцене, вы увидите? Конечно, мы увидим меня на сцене. Мы все увидят меня на сцене. Я буду участвовать в галоконцерте. Кроме того, я, значит, являюсь режиссером, репетитором и артистом в этом концерте. Мы ждем всех зрителей, потому что театр без публики не существует. И поэтому мы всегда благодарны и надеемся на аншлаги. Спасибо вам большое. Мы тоже надеемся на аншлаги. Театра не бывает без аншлаги. Удачи вам, хорошего фестиваля. Приходите к нам обязательно еще. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была прима-балерина Челябинского театра оперы и балета Татьяна Придеевна. Ну, а далее, как всегда, пришло время выпуска новостей.